привет я знаю что почти все восхищаются лисами даже те у кого они домашнюю жизнь и кстати ключами от машины и недвижимости лисы тоже не брезгуют в некоторых случаях лиса лиса кошку отдай погоди лиса стой стой лиса но все это конечно же не со зла а пропитание ради и в большинстве случаев они кушают уже мертвых котеек как и прочую падаль а к живым не так то просто подобраться да и вообще они стараются дружить а и 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 в и и и Не жадничайте, а поделитесь с ней тем, что у вас есть, просто бросив в ее сторону. Она обязательно это почует, найдет и подберет. Субтитры создавал DimaTorzok Если у вас под рукой нет ничего съедобного, бросьте лисе ключи от квартиры. Кушай, кушай. Я тебе все разрешаю. Жри, все. Мои хорошие, ты мои хорошие. Кушай. Ну что делать, если за конфетами пришла, так кушай. Я не знаю, вот камера снимает, не снимает, но пытаюсь. Ты моя хорошая, кушай. Я никогда такое не видела, чудо. Ты прям с фантиками кушаешь-то. Ты фантики только разворачивай, крыши фантики оставляют, а конфеты кушают. А ты прям с фантиками живешь. Оголодавшая, наверное. Ты моя хорошая. Ты моя хорошая. Ну не знаю уж, как я там сняла на эту камеру. Наверное, я ничего не сняла на эту камеру. Так вот, все любят лис за их природную красоту, ловкость и хитрость. А те, кто не любят, скорее всего, в этом мире больше ничего, кроме себя, не способны любить. Да и другие миры им тоже не очень. Но, как оказалось, подавляющее большинство людей думают, что обыкновенные лисы бывают только рыжими. Некоторые слышали о чернобурках. Четверть из некоторых знают, чем отличается чернобурка от черно-серебристой лисы. И лишь единицы из единиц вам поведают, что обыкновенную лисицу в природе можно встретить в основном в трех цветах. Это рыжая, серебристо-черная и крестовка. А уже из этих трех цветов, путем скрещивания, генетики и селекционеры получили палитру приблизительно из 45 оттенков, самых различных окрасов, каждый из которых имеет очень красочное название. Многие из них очень похожи друг на друга и едва различимы на вид. И не всегда поддаются описанию словами, но различаются по генотипу. Глубоко в генетике копаться смысла нет. Так как даже не каждый селекционер с разбега разберется, какой цвет от какого произошел и в результате скрещивания каких особей он получился. Поэтому я ограничусь рассмотрением внешней неповторимости некоторых окрасов и озвучкой некоторых интересных, известных мне фактов о лисах, о цветовому признаку. Итак, всем известная рыжая лисица. Имеет самый полный генотип, крепкое здоровье, самые сильные природные инстинкты и самый едкий запах выделений. В зависимости от насыщенности окраса зовется рыжей, красной и огневкой. Серебристо-черная лиса является меланистом своего вида. Меланизм – явление повышенного содержания красящего пигмента, меланина, что характеризуется окрашиванием наружных покровов, а именно кожи и шерсти, в черные либо темно-коричневые цвета. Научно доказано, что меланисты имеют более сбалансированную нервную систему и более быструю реакцию, в отличие от других окрасов. Именно поэтому черно-серебристая лиса имеет самый высокий уровень расположенности к человеку, что было доказано Новосибирским институтом цитологии и генетики в рамках эксперимента по одомашниванию лис. В результате такой удачной природной мутации черно-серебристая лиса сочетает в себе все сильные качества от рыжей лисы, так как имеет практически идентичный генотип, и ряд положительных качеств меланизма, плюс потрясающий черный мех, обогащенный благородной серебряной проседью. В зависимости от количества серебра встречаются как полностью черные особи, так и почти полностью серебряные. Количество серебра меняется в зависимости от возраста. Черно-серебристая лиса никогда не имеет в окрасе коричневых и рыжих тонов. В то время как чернобурка ими как раз таки наделена. В этом и есть их отличие. Кстати, рождаются и красные, и серебряные лисята почти полностью черными. А насыщение цветом начинается ближе к возрасту 2-3 месяцев. Крестовки – это метисы, сочетающие в себе цвета от двух разных окрасов. Рыжий и серебристый. Серебристый и чернобурый. Чернобурый и рыжий. И так далее, с любыми окрасами. Так появляются все новые и новые неповторимые оттенки. Для получения более пышного меха с определенными цветовыми качествами, обыкновенных лис скрещивали с песцами, что еще сильнее расширило цветовой спектр. Обратной стороной селекционных экспериментов по выведению необычных цветов является на генетическом уровне слабое здоровье, высокий уровень агрессии, высокая вероятность рождения мертвого потомства и смерти матери в процессе родов. Зачастую негативные качества вдобавок отягощаются наследственностью. А еще среди лис тоже встречаются альбиносы. Альбинизм. Врожденное отсутствие уже известного нам красящего пигмента меланина. И так же, как и другие животные альбиносы, от рождения имеют очень слабую иммунную систему, дерматологические проблемы и очень слабое зрение. Завершит это видео небольшое слайд-шоу из фотографий и названий некоторых лисьих окрасов. Но прошу не воспринимать как энциклопедию. Так как в точных названиях оттенков я могу ошибаться. К тому же в разных странах один и тот же оттенок может называться по-разному, может трактоваться с переводом и без. А у каждого цвета есть крестовка, а крестовка делится на множество оттенков. И каждая из них имеет название. Латиновая леса, Бакурианская, Грузинская, Снежная, Арктический мрамор, Постель, Жемчужная, Янтарная, Сапфир, Сейшельская, Арктический огонь, Золотой остров, Северный свет, Утренняя заря и так далее. Это бесконечная иерархия, которая рядовому зрителю может вывести из строя сначала центральную нервную систему, а потом и периферийную. В общем, благодарю за понимание и желаю приятного завершения просмотра этого видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok